всем привет прошлый раз я рисовал вот такой вот череп в иллюстраторе а сегодня продолжу делать из него логотип для начала делаю эскиз набросок в принципе концепции логотипа который я хочу видеть вот я создал новый слой здесь и на нем сделаю этот я заблокирую и на другом слое сделаю набросок то есть помещу его наверх и прям поверх выберу pencil карандаш здесь поставлю наоборот то есть чтоб не обводка была темный и попробую нарисовать но это у меня будет что-то типа веселого рожера пиратский логотип я не особо стараюсь просто рисую что-то и так далее и а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начну с якоря... Выбираю прямоугольник... Вообще стараюсь рисовать простыми фигурами... Вот так... Теперь рисуем горизонтальную перекладину... Приблизительно так... Теперь рисуем верхний бублик... Удерживаю Shift, чтобы круг получился... А не эллипс... Чтобы сделать отверстие... Я копирую этот круг... Ctrl-C, Ctrl-Shift-V... Уменьшаю до нужного размера новый круг... С Shift выделяю оба круга... И нажимаю... Минус Front... То есть... Вырезать с удалением... Верхнего объекта... Получаю вот такую петлю... Теперь... Надо все это выровнять... Относительно черепа... Мы освобождаем череп... Выделяем все... Все вот эти фигуры... Align to Key Objects... То есть... Относительно ключевого объекта... Которым у нас будет в данном случае череп... И нажимаем... Выравнивание... Относительно вертикальной оси... Выровняли... Не забывайте сохраняться... И теперь рисуем нижнюю... Вот эту закругленную часть... Попробую с помощью круга... Опять же... Удерживая Shift... Рисую круг... Меняю местами обводку с заливкой... Выравниваю его... Относительно нашего якоря... То есть... Выделяю круг... И вертикальную перекладину... Align to Key... И... Относительно... Выбираю вот эту... Перекладину... Относительно нее... Опять же... Выравниваю... Вот так... И теперь... Подгоняю... Относительно эскиза... Чтобы было... Приблизительно похоже... Ну... Пусть это будет... Как-то так... Теперь... Вот здесь... Начинаю увеличивать обводку... И смотрю... До какой толщины... Мне примерно... Нужно это сделать... Теперь... Я... Должен превратить... Этот контур... В объект... Для этого... Иду в меню... Объекты... Пас... Путь... И здесь... Outline Stroke... Превращаем... Обводку в объект... Далее... Жмем... Shift-E... То есть... Вызываем резинку... Вот эту... При этом... У нас... Вот этот круг... Он выделен... Остается... Зажимая... Alt... Я рисую... Вот такую... Стирающую... Рамку... Приблизительно... Вот так... Я... Пожалуй... Удалю... Вот эту точку... Нажимаю... Минус... Узываю... Перо с минусом... Удаляю... Вот этот угол... Так... И... Теперь... Вот эту дугу... Мне надо... Сделать... Правильно... То есть... Я вот... За эту... Направляющую... Потяну... Ну... Я воспользуюсь... Опять же... Прямоугольником... Для начала... Нарисую... Вот так... Direct Selection... Чтобы таскать... За точки... Нажимаю... А... Выбираю... Direct Selection... И... За точки... Приблизительно... Выставляю... Вот эту... Вот этот... Зубец... Так... Вот эту... Центральную... Точку... Я удалю... Shift-C... Вызываю... Инструмент... Ensure Point Stool... Ну... Я его... Называю... Угол... И... С помощью него... Могу... Вот так... Я... Загибать... Вот это... Дело... Опять... Вызываю... Direct Selection... И... Таскаю... За точки... Теперь... Я... Этот... Зуб... Помещаю... На задний план... Это... Ctrl-Shift... И... Квадратная скобка... Влево... Либо... Если вы... Не помните... Сочетание... Правой кнопкой... На выделенном объекте... Range... Send to Back... То есть... Совсем назад... Shift-Ctrl... И... Вот такая скобка... Выделяю... Вот... Нижнюю дугу... Ставлю... Обводку... Допустим... 4... И... Какого-нибудь такого цвета... Которого у нас тут нет... Или... Допустим... 5... Я ставлю... Далее... Я опять... Превращаю... Объекты... Путь... Outline Stroke... Превращаю... Эту обводку... Синюю... В объект... И... Ungroup... То есть... Отделяю... Обводку... От самого... Объекта... И... Обводка... У меня... При этом... Стала тоже... Объектом... Далее... Эту обводку... Шифтом... Выделяю... Вместе с зубом... И... Ставлю... Trim... Или... Minus Front... Теперь... Я вот эту... Правую сторону... Обрезаю... Shift-E... Удерживаю... Alt... Ну... Приблизительно... Вот так... Обрезаю... Дальше... Объединяю... Вот это... Все... У меня здесь... Unite... Правая кнопка... Transform... Рефлект... Относительно... Вертикали... И здесь... Copy... Нажимаем... Копируем эту часть... И... Вставляем ее сюда... С Shift-ом... Уделяем... Обе половинки... Unite... Объединяем... И... Выравниваем... Относительно... Относительно... Вертикали... Вертикали... Установим... С Shift-ом... Выделяем... Ak... Относительно... Вертикали... Ввертикали... Ввертикали... И... Вертикали... И... Стивяем... линию вот таким образом по горизонтали доставление цвет такой же как у нас цвет всего рисунка а теперь control shift c выгибаю и пытаясь повторить и пытаясь повторить контур вот этого соединения зубов но если мне что-то мешает я могу правой кнопкой изолеет select pets и уже здесь direct selection и чтобы мне ничего не не задевало и не мешало я выравниваю выделяю обычным выделением здесь ставлю вот такое и подгоняю толщину и возвращаюсь обратно вот такая вот штука у меня получилось я слой с якорем помещу вниз под череп выделю череп и назначу ему обводку скажем 4 толщиной и цвет сделаю ну любой отличающийся от всего остального далее превращу всю эту обводку в объект опять же известным способом outline stroke вот в данном случае у меня control f1 назначено то есть это быстрые клавиши но у вас такого нет потому что это я под себя так назначал вы можете это назначить ангрупп разгруппировал а теперь я вот этот зеленый цвет весь выбираю у меня уже отдельно выделяю вот эту перекладину ну вообще для начала вот это можно просто поднять чтобы она не задевала выделяю зеленый цвет с shift перекладину и нажимаю 3 обрезать далее ангрупп и уже убираю лишнее то есть вот этот отрезок и зеленая а вот они пропуски нужно сделать и здесь то есть здесь внизу тоже есть смысл это сделать я выделю вот эту перекладину вот этот слой кстати нижний с якоря можно поместить наверх над черепом уже поскольку здесь у нас уже он не пересекается верху а внизу он должен быть поверх поэтому а вот это верхние перекладины задаем опять четыре обводку опять превращаем в объект я уже не показываю где это нажимаю control f1 вот они у нас вместе мы нажимаем ангрупп и у нас отдельно это водочка и зажимая с потом череп выделяю вот вместе с это обводкой и нажимаю 3 вот так ангрупп зеленая все убираем и видим что здесь у нас получилось вот такая вот вот такие вот как бы отступы посмотрим без эскиза ну вроде бы пока все нормально единственное что я бы здесь конечно у черепа тоже сделал добавил бы вот этих отступов чтобы смотрелось все как-то более в одном стиле для этого шифте сделаю по мере отступ на виду просто и подгоню размер приблизительно вот так и здесь сделаю эти прорези например здесь вот так лишние точки минусом я удалю поправлю здесь толщину и наверху то же самое вот так и то же самое надо сделать со второй стороны а здесь при всяких этих обрезках конечно возникают вот такие вот прозрачные объекты призраки так называемые от них избавиться очень просто нужно нарисовать такой объект где-то рядом и зайти из select same fill and stroke то есть выбрать такие же объекты с такой же заливкой и обводкой выбрали все это выделилось и нажимаем delete теперь призраков нет она думаю что вот здесь имеет смысл тоже сделать небольшой отступ я просто вот так подниму а теперь вот эти две части объединить unite может быть имеет смысл сделать такой вот треугольничек здесь поставим три стороны а здесь поставим 10 пикселей а вот он треугольник удерживая shift я его развернул поставлю сюда выровняю относительно вертикали с шифтом выделил оба кейл объект вертикаль база и вот так выделяем и сейчас немножечко сделаем вот так и shift c немножко попробуем сделать вот такую штуку а теперь ну вот этот уголок я заберу сюда control c control shift в копирую правой кнопкой transform рефлекс вертикально так и выравниваю по нижнему вот этому уголку вообще вот это все конечно можно сделать быстрее скажут там ну я не готовился поэтому я делаю я не готовился поэтому делаю то что в голову пришло возможно имеет так и их объединяя с нижней частью unite возможно здесь тоже имеет смысл сделать такой разрывчик а может быть и нет и добавлю сюда кружочек в серединку белого цвета относительно якоря выровняем по центру что там у нас посмотрим на эскиз у нас там веревка какая-то проходит да теперь нужно нарисовать веревку для этого надо сделать сначала кисть рисую прямоугольник чтобы у меня был контурный а с обводкой ну делаю примерно вот таким размером и ставлю двоечку ну это как бы такой кусок веревки direct selection из-за углы то есть белая стрелка из-за углы радиуса скругляю если получилось толсто то direct selection выделяю нижние узлы из-за них тащу чтобы немножко сделать превращаю это все в объект объект спас outline строк берем линию просто и рисуем здесь так и здесь одну ножка их изгибаем shift c вот так и так теперь blend и кликаем сюда и сюда объекты экспант разбираем blend окей в банде есть настройка специфик степс это количество шагов ну просто добавляете допустим 8 смотрите переве у вас больше стало а теперь наклоняем это звено чуточку пьем линию удерживая shift рисую вертикаль а здесь следим чтобы она у нас была черной чтобы было видно ну вот так выравниваем по центру это все выделяем и нажимаем вот этот вот divide разбиваем на две части вот они мой от группы сделан и вот меня две таких части теперь вот эту левую часть перетаскиваем сюда до касания такого так и объединяем а тут появились прозрачные объекты теперь объединяем эти два звена и теперь делаем из этого кисть то есть берем смотрим точек нормально не так уж и много пойдет тащим ее сюда на панель кистей и делаем паттерн браш окей и вот наша веревка будет так выглядеть но на углах тут косяки углы мы использовать не будем поэтому я на углах не заморачиваюсь здесь все оставляем поможем размер немножко регулировать но это потом окей этот образец убираем и смотрим что мы можем взять с веревкой выделяем эту кисть изберем кисть и рисуем вот такая вот веревка получается но это толстовато для нас поэтому мы выделяем ее два раза кликаем здесь и делаем размер меньше но возможно где-то вот так либо чуть толще может быть окей apple stroke это он предлагает применить ко всем этим кистям но это нам не пока не надо и теперь попробуем нарисовать веревку как там у нас на эскизе я рисовал через глаз как-то сюда да ну эскиз пока выключим и рисуем а вот эта кисть ну чтобы допустим все это не мешало нам не видно да из-за черепа мы можем все выделить с шифтом отменить выделение веревок то есть вот мы выделили только якори череп и поставим его непрозрачность 30 и посмотрим здесь вот все надо выровнять подогнать а теперь я скелет весь наш обратно возвращая к видимости вот теперь надо все это вырезать как надо начнем вот отсюда объект экспонент то есть мы перевели в объекты из кисти куча точек путь simplify упрощаем можно даже наверное посильнее 98 посмотрим что получится получилось плохо то есть сначала мы это все объединим unite а теперь уже упрощаем объект путь simplify 98 нажмем ok посмотрим ну с пивом потянет так а теперь это у нас стоит сверху теперь добавляем обводку ну ставим 3 допустим делаем розовый превращаем ее в объект ctrl f1 это в моем только случае ну если у вас не назначено outline строк разгруппировываем теперь у нас это отдельно а выделяем этот розовый кусок выделяем те места где он пересекает череп и якорь с шифтом естественно нажимаем 3 разгруппировываем убираем розовый цвет и смотрим что получилось ну в принципе пойдет пойдет и делаем то же самое для остального всего а вот здесь вот у глаз конечно надо мне вернуть немножко черного тут не очень хорошо получилось во первых подотрём здесь и аккуратненько ой и аккуратненько возьмем облом браш вот этот инструмент и сделать его чуть меньше попробуем докрасить вот здесь с веревкой я закончил теперь смотрим что у нас на эскизе у нас на эскизе баннер баннер рисуем с помощью кругов создаем круг удерживая shift рисуем меняем обводку местами с заливкой и по центру ну относительно относительно вот этого куска якоря shift выделяем align to key центр вот так теперь подгоняем размер посмотрим как это будет с толщиной можно немножко увеличить наверное как то вот так теперь копируем ctrl c ctrl shift в и удерживая shift увеличиваем теперь выделяем выделяете оба круга меняю местами обводку и заливку и делаю оставлю большой круг назад маленький вперед шестом опять выделяю и делаю вот так минус фронт а теперь рисуем горизонтальную линию или вертикальную все равно делаем у нее водку такую же темную ну или любую другую и выравниваем по центру относительно круга теперь поворачиваем ее так чтобы у нас вот эта линия где проходила там где должны обрезать наш баннер так вот ctrl c ctrl shift v и здесь transform reflect то есть отражаем вот вторая линия здесь и опять копируем и делаем нижние вот эти линии так и копируем вторую можно не копировать можно просто transform reflect и здесь вертикальная ось копии так теперь выделяем все эти линии и вот этот бублик нажимаем divide все разбилось на куски раз группируем а вот эти три нижних куска я предварительно скопирую просто в буфер control c и теперь удалю не нужно так вот эти два хвоста есть теперь control shift v вставляю то что я вырезал заранее смещаю объединяю сделаю пока другого цвета и помещу назад это у меня будет этот нижний кусочек раздвину немножко и тут надо мне тоже вот это все обрезать всю эту фигню я приблизительно сделала линию выбираю и вот так вот нарисую так обводочку какую-нибудь скопирую ее и от зеркалю и поставлю здесь теперь выделю их shift control g и выровняю относительно вот этого нижнего по вертикали выделяю нижний выделяю и divide опять обрезаем от групп лишнее удаляем и ставим это назад вот так здесь на два треугольничка дорисовать просто возьму прямоугольник из угла сделаю сделала другим цветом и подтянула сюда и здесь так и третий угол сюда теперь выделю это и вот этот шейп быллер сюда кликаю этот удаляю вот у меня что получилось это же треугольник я скопирую сюда пока эскиз отключаю мне не нужен теперь выделяем все что относится к ленте и делаем 3 обрезку раз группируем от групп вот они у нас отдельно нижнюю часть и треугольнички тоже делаем черными а теперь вот эти две части мы меняем местами обводку заливку и делаем обводку потолще так и превращаем ее сразу в кривые то есть объекты а вот эти вот все нижней части думаю стоит немножечко опустить а вот здесь и сейчас мы сделаем немножечко другой цвет вот этого низа видно что у меня тут съехала все из-за того что мы сделали обводку мы подтянем вот эти углы так и теперь зажимаем шифтом так эти у нас выделены ставим обводку 4 красный и поставим вот так то есть скругленные углы дальше контур дальше объект путь outline stroke и ангруп ангруп теперь выделяем все розовое с помощью волшебной палочки так и вот он у нас все но объединяем на всякий случай и вырезаем этот розовый из нижней части 3 он групп и розовое все удаляем получилось вот так и теперь треугольнички тоже надо обрезать так тут чего у нас курага прозрачные объекты удаляем и здесь выделяем уже только вот эти два обводку 4 раз группируем превращаем в объект раз группируем вот они помещаем наверх и вырезаем из вот этих двух треугольников 3 ангруп розовое удаляем и нижнюю часть закрашиваем в черный так есть веревку здесь вот видно что так это опять прозрачные объекты тоже уберем сразу ну веревку надо обрезать по баннеру возможно баннер стоит немножечко опустить а теперь я попробую нарисовать саблю и саблю Продолжение следует... 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 вот она у нас ой вот она отдельно теперь выделяем вот это все trim от group ну просто direct selection это я выберу или удалю нужно красное удалить вот такая заготовка которую я помещаю не пройти все прозрачные тоже удаляю это все объединяю и закидываю сюда у меня получается паттерн браш такая цепь так и теперь я делаю круг рисую круг делаю водку какой там цвета выравниваю относительно якоря и относительно края баннера так где-то выбираю эту кисть смотрю уже по месту но она великовата ставлю примерно 07 и смотрю снова нет надо еще меньше радиус и поднять чуть выше приблизительно так оставлю теперь превращаю все это в объекты делаю юнайт объединяю и убираю лишние точки путь simplify сто процентов здесь у нас значительное уменьшение все такой вот ободок из цепи и здесь мы ее кладем вниз а раньше нужно сенту баг или alt shift левая квадратная скобка вниз положили теперь думаем как она проходит однозначно байнер сверху поэтому выбираем его делаем обводку 4 ctrl f1 в моем случае то есть превращаем объект и разгруппируем так она у нас не ушла она у нас на верхнем слое поэтому она вас не ушла вниз ну давайте мы просто этот слой вниз перенесем и она у нас оказалась внизу выделяем вот эту зелень выделяем цепь 3 ангрупп и выделяем все зеленое убираем все здесь это остатки тоже надо убрать и так далее то есть где у нас там она проходит мы должны где-то убрать где-то ее поместить сверху вот что у меня получилось после вправки цепи вот так здесь можно что-то еще добавить скажем там какой-нибудь год когда там у нас были пираты пафосную фразу ну вот что у меня получилось здесь еще добавил как видите одно слово но не спрашивайте как я думаю что те кто это видео смог до этого момента досмотреть уже знаю как это сделать удаляем не все прозрачности и осталось только немножечко может быть нам добавить каких-нибудь мелких штрихов типа теней что ли что типа того для этого я возьму сделаю кисть кисть из треугольничка из вот такого треугольничка я сделаю так сюда и арт браш окей и кое-где начну добавлять этих этой кистью и сейчас я уже придумаю всё и уже с ней вот здесь в коем а в коем он кроме в кем в кем в кем в кем в кем в кем кем Продолжение следует...